Привет всем! Вы на канале Пульс Земли. Ежедневный обзор событий и катаклизмов на Земле. Итак, события за 7 июня. Поехали! Вторые сутки подряд Башкирию накрывают градовые штормы. Очередной крупный град обрушился на посевы местных жителей. Судя по всему, мрачные прогнозы МЧС сбылись в Древне-Калтаево, что в Кушнаренковском районе выпал град размерами от 2 до 4 сантиметров в диаметре. Местные жители делятся фото и видео этого ужасного события. На некоторых кадрах видны страшные картины огородов после этого ледяного камнепада. Напомним, что сегодня утром в МЧС Башкирии объявили штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, жители республики ждут дождь, грозы и град. Кроме того, сильные порывы ветра могут усилиться до 20 метров в секунду. В Новокузнецке из-за сильнейшего урагана повалило деревья. Местами стихия привела к отключению электроэнергии. В результате 10-минутного шквалистого ветра на некоторых участках дорог деревья полностью перегородили проезды. Это привело к затруднениям в движении транспорта. Сильнее всего ураган прошелся по улицам Дмитрово, Рудокопровое, проспекту Курака. Ветер сопровождался сильным ливнем, что привело к локальным затоплениям улиц. В результате разгула стихии в городе большое количество поваленных деревьев и веток на проезжей части. Есть случаи падения деревьев на автомобили и общественный транспорт. Пострадавших, к счастью, нет. В первую полноценную неделю июня погода решила вылить на столицу всю месячную норму осадков. Помимо потопа, града и ударов молний на Москву обрушился еще и смерч. Струя вихря тянется от неба к земле, правда, куда именно он падает не видно. Для полной картины не хватает только, чтобы еще пришла песчаная буря. В Москве был настоящий потоп, несколько районов буквально затопило, машины по крышу оказывались в воде, пешеходы по пояс, общественный наземный транспорт превратился в речные трамваи. Стихийные бедствия продолжаются несколько дней. Сутки 6 июня уже стали вторыми, самыми дождливыми за всю историю наблюдений в столице. До абсолютного рекорда в 58 мм осадков осталось чуть более 5 мм. Сегодня по Свердловской области прошла волна смерчей. Торнадо уральцы застали в Нижнем Тагиле и в Верхних Сергах. В небе образовались небольшие воронки, к счастью, ветром никого не сносило, пострадавших от природного явления нет. Условиями возникновения торнадо бывают неустойчивая погода, как сейчас наблюдается по области, активная грозовая деятельность, высокая температура воздуха, зона атмосферного фронта. Все это сейчас проходит по территории Свердловской области и это все способствует таким погодным явлениям как смерч. В последнее время мы с вами слышим новости о нашествии саранчи на разные регионы и страны, нашествии мошкары, теперь к этому списку можно еще добавить и нашествие гусениц. Это событие происходит в Западном Квебеке, Канада. Вы когда-нибудь слышали о гусеницах лесной палатки? Вспышка именно этого североамериканского насекомого в настоящее время и происходит в Западном Квебеке, и кадры не для слабонервных. Ими усеяно практически все вокруг. Эти гусеницы, длиной до 5 сантиметров. Аналогичное событие было в 2019 году, но по сравнению с тем годом нашествие гусениц носит гораздо более масштабный характер. Откуда их столько, что повлияло на столь большое размножение? Оренбургскую область накрыла пылевая буря. Буквально три дня назад мы уже наблюдали такое погодное явление в Оренбурге, как сегодня стихия обрушилась на область. Это стихийное явление можно было наблюдать в городе Солилецк. Сильный ветер поднимал в воздух мусор и пыль. Это в некоторой степени ухудшило видимость на дороге. Событие длилось около одного часа. Синоптики предупреждают, что в ближайшие сутки сохранится неустойчивый характер погоды. Днем местами по области прогремят грозы. Возможно выпадение града. Западный ветер усилится до 15-16 метров в секунду. Мощный град во Франции циркулирует в центре департамента Рона, со стороны Лебрюя. В этот четверг вечером, здесь, в Булли, в центре департамента Рона выпал крупный град. Сообщается о повреждениях автомобилей, крыш домов, разбитые витрины магазинов. Метеослужба Франции объявила в департаменте Рона желтую тревогу погодной опасности из-за риска сильных штормов. В период с четверга по воскресенье в регионе возможны отдельные, но иногда сильные грозы. Необходимо будет следить за риском выпадения крупного града и очень сильного дождя, которые могут вызвать наводнения. Власти рекомендуют по возможности провести выходные дома. Май 2024 года стал 12-м по счету месяцем с рекордно теплой средней температурой на планете Земля. Заметные положительные отклонения от климатической нормы наблюдались в Великобритании, Норвегии, Центральной и Северной Африке, в Канаде, Севере Якутии, Монголии. Аномально холодным третий месяц весны был на западе России, Урале, в Гренландии и Аргентине. По оценкам ООН, к 2028 году среднегодовая температура в мире с вероятностью 80% будет временами превышать отметку в 1,5 градуса. Поток Лохара наблюдался в нескольких городах Ла-Кастильяна в западном Негрусе недалеко от горы Канлаон на Филиппинах, извержение которого произошло в понедельник вечером. Поток Лохара был вызван сильными дождями. Лохар – грязевой поток на склонах вулкана, состоящий из смеси воды и вулканического пепла, пемзы и горных пород. Движется Лохар, подобно селю, под действием силы тяжести. Поток имеет высокую несущую способность и большую подвижность, что объясняется значительной плотностью грязевой массы. Лохар обладает достаточным размером и интенсивностью, чтобы разрушить практически любую конструкцию на своем пути. Мексиканский штат Сан-Луис-Потаси в Центральной Мексике в течение суток несколько раз оказывался под воздействием грозового фронта. В нескольких муниципалитетах прошли ливни и град. Размеры градин варьировались от 2 см в диаметре до 5 см. Самый крупный град был отмечен в городке Тампомолон-Корона. Местные жители были удивлены выпадением града, согласно изображениям, распространенным в социальных сетях. Стихия буйствовала более 30 минут. Крупные льдины успели повредить крыши домов и навесы местных жителей. Очевидцы этого события поделились в интернете фото и видео выпавшего града. Около жилых домов в Анталии начался лесной пожар. Он сформировался в районе Каньеалты турецкого курорта Анталии, в непосредственной близости от жилого массива. В качестве меры предосторожности были эвакуированы дети из близлежащего детского сада. Пламя, раздуваемое ветром, распространилось на территорию, заросшую большими соснами. После объявления тревоги в этот район были направлены многочисленные пожарные расчеты. Полицейские приняли меры предосторожности и перекрыли дорогу для движения транспорта. Жаркая погода установилась на большей части Турции на этой неделе, на курортах Анталии и Бодрум температура превышает 40 градусов. Это сильно способствует распространению огня. Разрушительные штормы и торнадо обрушились на территории как минимум трех штатов, в том числе на пригород Вашингтона, округ Колумбия. Штормы пронеслись по Соединенным штатам на фоне сообщения о торнадо, в результате которых погиб маленький ребенок в Мичигане, было ранено несколько человек в пригороды Вашингтона, округ Колумбия, и угрожали Балтимору наводнениями. На штат Мэриленд обрушились сразу несколько вихрей. Разрушены дома, с корнем вырваны деревья, оборваны линии электропередачи. Также стихия застала врасплох жителей штата Мичиган. Шторм разразился столь стремительно, что сирены не успели сработать. В Ливонии огромное дерево упало на дом, где находилась женщина с ребенком. Властям потребуется время, чтобы оценить ущерб от стихии, но уже очевидно, что это была одна из самых значительных вспышек торнадо за последние годы. Сильнейшие наводнения продолжают сеять хаос в Бангладеше. Теперь под удар стихии попал город Селхед. До 50 тысяч человек были эвакуированы из наиболее пострадавших районов Сунамгандш и Селхед, и более 4 миллионов человек все еще находятся там в затруднительном положении. Наводнения также угрожают нанести ущерб сельскому хозяйству, инфраструктуре и поставкам чистой воды в пострадавших районах. Большие участки фермерских деревень были затоплены. Спасательные команды использовали лодки для доставки питьевой воды, лекарств и еды людям. Чрезвычайно сильный ливень обрушился на Гуанси в Южном Китае, в результате чего несколько городов оказались затоплены, а также сошел селевой поток. В деревне горного района Гуйпин произошла катастрофа, на местных жителей сошел селевой поток. Он снес на своем пути несколько домов. Пока информации о пострадавших не поступало. Этот же ливень затронул с северную и среднюю части провинции Гуанси. В поселке Лунмэнган за 24 часа выпало 610 мм осадков, что побило рекорды по суточному объему. Местные метеорологические органы прогнозируют, что сильные ливни в некоторых местах могут представлять высокий риск стихийных бедствий, включая горные наводнения, геологические катастрофы, а также затопление городов и сельских районов. Вулкан Стромболи в Италии за последние сутки произвел более 20 небольших извержений, выпустив облака пепла и газа. Примечательным стал тот момент, что это было с периодичностью почти каждые 20 минут. Извержение прям как по графику. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на юге Охотского моря. Очаг залегал на глубине 622 км. Эпицентр располагался в 343 км от города Паранайск, Сахалин. Дожди, которые постоянно накрывают разные части Индонезии, приводят не только к наводнениям, а также ополстням и смещением грунта. Вот такое явление произошло в районе Пиани, Южный Калимантан. На кадрах вы можете видеть медленное смещение грунта, приводящее к разрушению местной дороги. Такие явления в этих местах довольно частые. Новое извержение вулкана Фуэго произошло в Гватемале. Это извержение сопровождалось выбросом пепла и газа, а также молнией, которая ударила прям в жерлу вулкана. Местным жителям удалось запечатлеть этот момент. За последние сутки на Земле произошло 163 землетрясения с магнитудой равной 2 или более. Землетрясения с магнитудой равной 4 или более произошли в 13 странах, в каких именно, вы можете видеть на своих экранах. Спасибо вам за просмотр выпуска. Спасибо за внимание. До завтра.